С вопроса об утверждении бюджета Артемовского городского округа на 2013 год начала свою работу постоянная комиссия по экономическим вопросам, бюджету и налогам. Ольга Бачурина рассказала основные нюансы главного финансового документа нашего округа. Предлагается за счет уменьшения доходной и расходной части бюджета на 5 миллионов 200 тысяч рублей, установить объем доходов в размере 1 миллиард 759 миллионов 43 тысяч рублей, установить объем доходов в размере 1 миллиард 774 миллиона 464 тысяч рублей. Также планируется уменьшение расходной части бюджета на 16 миллионов рублей по газификации, так как в областной программе произошли изменения, поэтому и произошла корректировка денежных средств. Но есть и другие выделенные средства. Нам выделили дополнительные 9 миллионов 705 тысяч рублей в областном бюджете в форме иных межбюджетных трансфертов. Это на шахтном городе в поселке Зумуна Шиток, по которому несколько месяцев буквально администрация Артемовского округа работала и удавилась, что выделили эти средства в областном бюджете. Выделены деньги в виде субсидий на улучшение жилищных условий граждан, на социальные субсидии молодым семьям на приобретение жилья и на реализацию мероприятий по программе «Наша новая школа». Доклад по бюджету был долгим. Особое внимание уделили жилищно-коммунальному хозяйству. Константина Трофимова заинтересовал пункт приобретения котельного оборудования в сельские населенные пункты, а Татьяна Поздняк в свою очередь пояснила, что затраты бюджета связаны с модернизацией реформы ЖКХ. ЖКХ и на заседании совместно говорили о том, что мы вносим изменения в программу модернизации для того, чтобы полностью законсервировать котельную в Бурлаках. И поэтому там семь социально незащищенных семей, и мы устанавливаем оборудование, электрооборудование. Остальные отказались самостоятельно и провели все работы самостоятельно. Всего было 21 потребителя. Далее у Владимира Арсенова вызвал сомнение пункт по благоустройству территории города и снежный городок на сумму 700 тысяч рублей. Геннадина, вопрос. 730 увеличения работаем на мероприятие по благоустройству «Снежный городок». На сообщении были предусмотрены средства. На «Снежный городок» в 2013 году вообще в Думе не закладывали? Там были вопросы, какая же много средств выделяется? Сколько мало? Так я и спрашиваю, сколько мало. 300 тысяч было, 500 добавили, да, на «Снежный городок»? Если вы хотите знать, сколько было, сколько стало? Ну, уже 800 тысяч, я хочу знать. Здесь находится благоустройство и снежный городок. Благоустройство большое. Еще раз вам прощение. На «Снежный городок» у нас смеет 380 тысяч. Всего лишь. Тогда решите увеличить на сколько на снежный городок. Я хочу, если на 700, значит, тогда что бы попало? В статью благоустройства у меня еще стоит уличное освещение. Да, да. Уличное освещение вы и пишете. На 500 тысяч, так вы и пишете уличное освещение, вы видите на 600. Там же меня входит туда в общую деревню и санкционированность свала. Я прошу, чтобы не оптом была эта сумма, а отшифрованная. После всех высказываний и предложений председатель постоянной комиссии Иван Саутин внес предложение вынести вопрос на 38-е заседание Думы Артемовского городского округа. Его инициативу поддержали все присутствующие и перешли к следующему вопросу об избрании заместителя председателя постоянной комиссии по экономическим вопросам. Но после проведенного голосования стало ясно, что голосов недостаточно, и заместители так и не выбрали. О безвозмездной передаче имущества из муниципальной собственности местной религиозной организации докладывала Валентина Юсупова. А вопрос касается церквей в селе Покровском и деревне Родники. В данной церкви, которая положена в Покровском и Родниках, мы отзывали в связи с тем, что эти проекты решения необходимы доработка в связи с федеральным законом номер 327. То есть здесь необходимо установить уполномоченного органа, который будет принимать решение о передаче религиозным организациям муниципального имущества. Таким органом может быть Комитет по управлению имуществом. Поэтому надо подготовить все необходимые для этого документы и проект. В общем, итоги вопрос о бюджете на 2013 год, который вызвал некоторые эмоции у членов комиссии, включили в повестку думского заседания. Остальные вопросы были из него исключены. Также Татьяна Поздняк предложила подумать, кого же включить в комиссии по принятию дорог в Артемовском городском округе. Так как этот вопрос надо решить заранее и запланировать итог в бюджет на 2014 год. На этом заседание комиссии по экономическим вопросам, бюджету и налогам закончилось. Все основные и важные вопросы, о которых было рассказано ранее, рассмотрят на 38-м заседании Думы Артемовского городского округа.